Собрание депутатов Ненецкого автономного округа завершило парламентский сезон 37-й депутатской сессией, в ходе которой было рассмотрено порядка 30 вопросов повестки дня. На сессии внесены изменения в доходную и расходную части окружного бюджета в связи с новыми налоговыми и неналоговыми поступлениями в казну округа. Доходы округа увеличились более чем на 2 миллиарда рублей, что очень важно для социально-экономического развития округа, поскольку появилась возможность направить поступившие средства на решение тех или иных задач, стоящих перед регионом. Новые параметры окружного бюджета представила на сессии руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Она сообщила, что в связи с поступлением дополнительных средств доходная часть окружного бюджета в 2021 году составит 24,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета увеличатся также почти на 2 миллиарда и составят более 26 миллиардов рублей. А вот дефицит бюджета сократится на 50. В основном увеличение бюджета произошло за счет поступления доходов от соглашения по разделу продукции по проекту «Харьягинское месторождение». Это более 980 миллионов рублей. Также поступили средства из федерального бюджета на сумму свыше 860 миллионов рублей. В законопроекте увеличивается общий объем расходов окружного бюджета в 2021 году. На 1 миллиард 998 миллионов рублей. По департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 миллиард 406 миллионов рублей. В том числе наибольшая часть – это расходы по дорожной деятельности за счет резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму 800 миллионов рублей. Средства направляются на продолжение строительства дороги на Ренмар-Усинск. Сумма расходов департамента образования, культуры и спорта увеличится более чем на 344 миллиона рублей. Это субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха в размере 104,2 миллиона рублей. Возмещение затрат по коммунальным услугам 89,9 миллиона рублей. Приобретение основных средств для учреждений культуры на сумму 11,6 миллионов рублей. Ремонтные работы, детский сад Тельвийский, семицветик, школы ВИСКО, Амдерма, дом культуры ОМА на общую сумму 30,6 миллионов рублей. Более чем на 108 миллионов рублей увеличатся расходы по линии департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Средства направят на ремонты медицинских учреждений, приобретение основных средств и трудоустройство несовершеннолетних. Кроме того, благодаря дополнительным средствам будут увеличены субсидии на производство молока сельхозпроизводителем и величина грантов муниципальным образованием на реализацию общественных инициатив. Все необходимые средства, которые поступили в размере около 2 миллиардов рублей, мы распределили по департаментам, для того, чтобы, еще раз повторяю, в летний-осенний период максимально сделать все возможное, для того, чтобы текущие вопросы по всему спектру проблем жизнедеятельности Нейского автономного округа были решены. Более подробно о решении 37-й сессии собрания депутатов расскажем в очередном выпуске программы «Законодатели». Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Антон Выдряков, Телеканал «Север».